Голландское производство с кубанским акцентом. Это предприятие в Северском районе одно из лидеров региона. Здесь всего за полгода собрали 950 тонн огурцов. Фирма выращивает овощи с помощью гидропоники. Как говорят в народе, без почвы. Все автоматизировано до мелочей. Полив, отопление и проветривание в теплицах под контролем умного компьютера. Хоть здесь и используют европейские технологии. Семена кубанские из Крымского района. Тепличный комплекс станицы Новодмитриевской сегодня посетил губернатор края. Вениамин Кондратьев смог лично оценить качество продукта. По большому счету, от грунтового, так как сельские жители, я могу сказать, что его сложно отличить. Качество, доступность, а это, в первую очередь, для жителей края принципиально важно, потому что здесь нет ни транспортной логистики, которая ложится на цену, нет еще многих факторов, влияющих на большую цену сегодня огурца, помидора, любых овощей, которые в крае производятся. И самая главная статистическая задача создать вам условия, чтобы можно больше, еще раз подчеркиваю, и овощей, что касается здесь, конечно, огурцов, помидор, то есть вы в крае производили. То есть для нас это и экономика, но и продовольственная безопасность, в первую очередь, региона. В следующем году комплекс планируется расширить и выращивать здесь не только огурцы, но и томаты. А вот будущих агрономов и селекционеров обучают в местных образовательных учреждениях. Губернатор также посетил 43-ю школу в станице Северской. В прошлом году здесь открылся новый учебный корпус. Современное здание расположилось по соседству со старым блоком. Оно вместительное и рассчитано на 400 мест. Корпус даже можно назвать полноценным образовательным центром. Постройка позволила избавиться от второй смены. В здании также есть спортзал, кружки по шахматам, музыке, а в соседних кабинетах детей обучают робототехнике и кинопроизводству. Мы все стараемся, чтобы образовательный процесс, который мы в нашем крае создаем, он был на самом деле на высоком уровне. А для этого в первую очередь нужна возможность, нужны школы. И не только, я уже сказал, детям по форме они красивые, они должны по содержанию отвечать сегодняшним требованиям образовательного процесса. Конечно, про мировые стандарты говорить не приходится, но хотя бы к ним приближаться. В просторных кабинетах и удобные парты, интерактивные доски главную оценку новой пристройки поставили, конечно же, дети. Впечатлениями ученики станичной школы делятся с губернатором. Раньше в какой школе учились? В 43-й. А сейчас? В 43-й. Я имею в виду в здании-то в каком? В маленьком. А сейчас в каком? В большом. Ну и в каком лучше? В большом. Ну знаете, вот главное, ребят, чтобы у вас была возможность учиться в хорошем, комфортном и корпусе. И не только, чтобы внешне он был красивый, но еще и все необходимые условия для того, чтобы качественно изучали предметы, тоже должны были в школе быть. За последние пять лет Северский район улучшил свои позиции по многим показателям. Муниципалитет покинул группу территорий с уровнем развития ниже среднего и сегодня прочно занимает 16-е место по социально-экономическому развитию. Одно из базовых направлений – промышленное производство. Вениамин Кондратьев сегодня смог лично оценить возможности краевых предприятий. Губернатор посетил одну из швейных фабрик района. Там выпускают джинсы, выльняную одежду, а также школьную форму, которую поставляют в три муниципалитета. Несколько лет предприятие прибыль не приносило и работали практически в убыток. Сегодня удалось выйти с нулевой отметки. Компания продает изделия крупным сетям, работает через интернет и участвует в текстильных выставках. Но о больших поставках пока говорить трудно. Губернатор подчеркнул – в крае надо развивать такое производство. Мы должны на самом деле двигаться на встречу друг к другу. Вы, как представители текстильной промышленности нашего края, мы, как органы власти, по большому счету, и вместе в диалоге мы можем находить решение ваших проблем. Вот здесь в рабочем режиме встречайтесь с такими руководителями, которые неравнодушны, которые активны, которые болеют за то, что они делают. И находите те пути, которые сегодня помогут им честно конкурировать на рынке, честно продавать свою произведенную легально продукцию, и ею гордиться. А мы должны гордиться, что этот бренд произведен в Краснодарском крае. Перспективы развития Северского района Вениамин Кондратьев обсуждает уже на встрече с активом. Глава муниципалитета Адам Джарим свой доклад начинает с показателей финансового блока. Район сегодня может похвастаться с достаточно крепкой и стабильной экономикой. За 2018 год бюджет района по собственным доходам составил более 626 миллионов рублей. А план выполнен на 105%. Отмечу, что планы по доходам выполнены всеми поселениями муниципалитета. По состоянию на мае текущего года среди муниципальных образований края, по итогам работы Северский район находится на четвертом месте. По темпам роста собственных доходов консолидированного бюджета края и на седьмом месте по выполнению плана 2019 года. Северский район стабильно привлекает инвестиции. Муниципалитет занимает пятое место в крае по этому показателю. Выросло и число предпринимателей. В районе больше 4,5 тысяч малых и средних предприятий, в которых занято более 8 тысяч человек. Хорошие результаты показывает торговля и сфера услуг. Направление, которое может положительно повлиять на экономику предгорного района, туризм, например, бальнеология. Большое количество термальных источников и минеральных источников по своему химическому составу, сходных полностью с Ессентуками, находится 30 километров от Краснодара, здесь, в Северском районе. Это вот такие интересные и вкусные бальнеологические или курортные территории, которые можно развивать. Здесь я готов вместе, Адам Шевенович, вместе с муниципалитетом, вместе с министерством курорта посмотреть и, может быть, попытаться войти в какие-то федеральные целевые программы, тем более, что такие программы целевые есть. Все эти красивые цифры должны отражаться на реальной жизни людей, напоминает глава региона. О волнующих проблемах жители района сегодня смогли рассказать лично губернатору. Общественники из станицы Северской опасаются за свое здоровье. Около домов возвысилось множество вышек сотовой связи. Люди боятся излучения. Вопрос хаотичного строительства незаконных объектов актуален как в крупных городах, так и в маленьких станицах. Сотовые компании даже не стесняются их ставить в жилом секторе. Вениамин Кондратьев проучил разработать специальную систему размещения, которая позволит компаниям согласовывать расположение объектов с краевыми властями. И здесь утвердить, я считаю, надо на самом деле органам местного управления схему размещения данных вышек, но взвешенно утвердить. Я не сторонник, чтобы они в огородах были, абсолютно не сторонник. Может быть и люди, они не должны нервировать эти вышки. Ну что, не найти место, что ли? Ну как это на бетонном основании? Значит, это не временное строение, а капитальное. Позиция должна быть с зубами, а не без зубов. Если это на бетонной основе, ну как это можно? Приехали в район, в ваш район, и пытаются там что-то строить без разрешения. Тем более, еще раз подчеркиваю, если это на фундаменте, на фундаменте, все это капитальное строение. Выходите с иском суд, заказывайте экспертизу, подтверждайте ее капитальность и сносите эту вышку. По большому счету, если суд примет решение, тогда будет порядок. На встречу с активом разговор зашел о конкуренции между предприятиями. В Северском районе расположен Афибский хлебокомбинат. Один из крупнейших производителей в крае в прошлом году был вынужден снизить объемы. На местный рынок пришли представители из других регионов. С недорогой и низкокачественной продукцией. В результате в деньгах теряет не только местный производитель, но и бюджет региона. Афибский хлебокомбинат, генеральный директор. У меня такой вопрос, эта озабоченность не только моя, а всех хлебопеков края. До каких пор ростовские хлебопеки будут забрасывать нам своим хлебом? И не совсем качественным. Давайте рыночным способом попытаемся сегодня сделать так, чтобы в нашем регионе все было наше. Но рыночным способом. И без вас здесь ничего не сделать. А не проще ли вам, допустим, кредитовать сегодня фермера на корню, на стадии посева? То есть сразу фиксированная цена, вы ему даете деньги на посевы, вы берете с него и риски на себя берете за урожайность. Ну и гарантированно потом покупаете, забираете пшеничку по фиксированной цене. И это же будет существенный вклад в себестоимость ваших хлебополочных изделий. Этот год для Северского района юбилейный. В октябре муниципалитет отметит 95-летие со дня образования. И важно использовать каждую возможность в решении возникающих проблем, чтобы знаменательную дату район встретил с еще более высокими показателями. Яна Бузычкина, Алина Сорокина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Северский район.